Это один маленький шаг для человека, один маленький шаг для человечества. И одним из первых эту сенсацию опубликовал не какой-то таблой или желтая пресса, а очень уважаемое авторитетное издание Bloomberg. Конечно, сейчас нет никаких видеокартинок, есть только одна статья, которую сейчас распространили многие издания, перекопировали, но из нее очень многое становится ясным, что Китай шагнул дальше всех в вопросах поиска внеземной жизни. Вот этот материал, просто сенсационный, вышел он всего несколько часов назад. Заголовок дословно переводится так, что Китай заявляет, что возможно они обнаружили сигналы от неземных цивилизаций. Понятно, что неизвестно от каких, от какой, может быть и одна, может быть несколько, и журналисты так осторожно написали, во множественном числе написали. Вот, пожалуйста, посмотрите на картинку, это китайский радиотелескоп, который очень похож на разрушенный ныне телескоп Аресиба. Китайский телескоп, судя по описанию, гораздо мощнее, называется он China's Sky Eye или Китайское небесное око. Очень поэтично, согласитесь. И вот здесь говорится конкретнее, что же удалось обнаружить астрономам. Китай заявил, что его гигантский радиотелескоп, небесное око, возможно засел признаки внеземных цивилизаций. Согласно сообщению государственного СМИ под названием «Наука и технология ежедневно». То есть Daily это значит ежедневное издание. И вот мы попробуем сейчас перейти на ссылку. На ссылку и у нас ничего не находят. То есть они это сообщение уже удалили. Это очень интересно, очень подозрительно, друзья. Однако журналисты Bloomberg успели прочитать это сообщение и нам его перевести и рассказать об этом. И здесь говорится, что узкополосные электромагнетические сигналы, обнаруженные небесным оком, самым большим в мире радиотелескопом, отличаются от предыдущих сигналов, которые этот телескоп принимал, и из команды исследователей, которые сейчас продолжают работать над этим проектом. Они цитируют некого Жанг Тоннье. Простите, если я неправильно читаю китайские имена и фамилии, я не китаист, но вы можете меня поправить в комментариях. Жанг Тоннье это ведущий ученый, который занимается поиском внеземной жизни. А также эта программа финансируется и поддерживается Пекинским нормальным университетом Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук. И совместно с ними принимает участие в этом проекте также университет Беркли из Калифорнии. То есть, друзья, это все очень громкие названия, очень авторитетные институты. И самое примечательное, посмотрите, пожалуйста, что Жанг Тоннье, у него даже должность Chief Scientist of an Extraterrestrial Civilization Search. То есть, он ведущий научный сотрудник по поиску внеземных цивилизаций. То есть, они официально дали такую должность. Понимаете, доселе мы такого не видели. Мы встречали это только в фантастических фильмах, книгах и рассказах. Либо в каких-то некоммерческих организациях, которые, как, например, Сети, вот известные. Там все сотрудники примерно вот так вот у них такие должности. Ну, потому что проект Сети, он изначально был заточен под поиск внеземных цивилизаций. Однако, он не финансировался напрямую государственными какими-то компаниями, государственными институтами. А здесь мы видим, анализируя эту статью, вот даже маленький кусочек из китайских СМИ, которые они уже удалили. Что Китай напрямую финансирует поиск внеземных цивилизаций. И, возможно, они что-то нашли. И поэтому это сообщение они сейчас удалили. Что же они нашли там? Вот это интересно. Может быть, они получили ответ? Ну, давайте прочитаем дальше, что же нам написали журналисты Bloomberg. Пока остается неясно, почему это сообщение было удалено с веб-сайта китайского издания «Науки и технологии Дейли». Официальной газеты Китайского министерства науки и технологий. Хотя новости уже начали распространяться по социальным сетям. По социальной сети на Weibo, это одна из самых больших Китая. И другие медиаиздания начали цитировать эту новость. Включая даже государственные издания. Здесь у нас загадка, какая-то конспирология. Почему они удалили это сообщение, если они нашли внеземную цивилизацию или сигнал от внеземной цивилизации. Здесь также с этой статьи непонятно, куда направлен был телескоп, когда это произошло. То есть это могло произойти уже давно, могло произойти недавно. Скорее всего, это было некоторое время назад. И после перепроверок всех материалов, китайская сторона решила опубликовать. Китайские ученые решили опубликовать свои находки. Однако, почему-то это все удалили. Почему? Вопрос. Мне кажется, они там что-то явно нашли. И здесь небольшая историческая справка про этот телескоп под названием «Небесное око». В сентябре 2020 года «Небесное око», который находится в китайском юго-западном регионе Гуджоу, имеет диаметр 500 метров. Официально был запущен для поиска внеземных объектов внеземной жизни. Этот телескоп специально заточен для поиска внеземной жизни. Это интересно. Здесь также сообщается, что ранее команда китайских следователей уже засекала два набора каких-то подозрительных сигналов в 2020 году. И также они занимались обработкой данных, которые собрали в 2019 году. А сейчас они нашли еще один подозрительный сигнал уже в этом году. Здесь они дают небольшой намек, где же был этот сигнал замечен. Из наблюдений за экзопланетными объектами. Вот так здесь сформулировано. Друзья, я ничего не привираю, вот дословно перевожу. Экзопланетные объекты. Об этом сказал Жанг Тон Йе, Джанг Тон Че. Вот это вот ведущий научный сотрудник по поиску внеземных цивилизаций. Здесь также дополняется его техническая характеристика телескопа. Китайское небесное око, вот этот вот радиотелескоп, он чрезвычайно чувствителен на низкочастотных радиодиапазонах. И сейчас он является практически основным инструментом Китая по поиску внеземных цивилизаций. Однако здесь, конечно же, он как ученый с осторожностью и ученый государственный, плюс из Китая, он, конечно же, здесь заявляет, что, однако, вот этот подозрительный сигнал может быть также какого-то рода помехами. И это требует дополнительного исследования, дополнительного расследования. В конце этой статьи, очень интересно, посмотрите, пожалуйста, журналисты Bloomberg, я вот как сказал вначале, это очень профессиональное, очень авторитетное издание, они позвонили в эту газету, в государственную газету, которая первая публиковала это сенсационное сообщение. Однако в газете китайской под названием Science and Technology Daily, а я напомню, это официальный рупор Министерства науки и технологий Китая, то есть это все официальные государственные органы, там просто не взяли трубку, вернее не ответили, не знаю, может быть они взяли трубку, но не ответили. То есть здесь написано calls, что по-английски переводится как звонки, то есть были звонки, на них не ответили. Вот это интересно, друзья, это просто сенсация, что же они нашли, они явно что-то нашли, поэтому они решили и не публиковать данные, конкретные данные и быстренько стерли это сообщение. Я напомню, что вряд ли Китай, как мы знаем, с такими вещами, с другими подобными вещами вряд ли будут шутить, вряд ли это какая-то там розыгрыш или какое-то дурачество, пранк, это реальная информация. Они что-то нашли, потому что если бы это пришло, ну допустим, откуда-то из Европы, из Америки, из Австралии, да, вот мы недавно с вами обсуждали, что австралийские ученые, сейчас у них там стоит тоже один из мощнейших радиотелескопов, и они ловят какой-то радиосигнал, который поступает на Землю каждые 16 дней. Об этом мы говорили, сейчас вам вылетит подсказочка в правом верхнем углу, но также найдете этот ролик в описании, ссылку на этот ролик. Так что же происходит? И как этот сигнал они нашли? Либо нас нашли через этот радиотелескоп, либо мы их нашли. Вот эти детали, они очень важны, как мне кажется. Будем следить за информацией в дальнейшем. Пожалуйста, напишите в комментарии, что вы думаете. Это же ведь действительно экстраординарное событие, резонанс. Я чувствую, что эта новость, она может породить огромный вал, огромный снежный ком, так сказать, даже лавину дальнейших открытий, дальнейших сообщений. Эта информация интересна не только для уфологов, эта информация касается всех нас, всех тех, кто живет на Земле. Напишите, пожалуйста, в ваш комментарий, что вы думаете. Будем следить, будем следить за развитием событий, поэтому, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, кто не подписан, ударьте в колокол, чтобы вам приходили вовремя все оповещения. Конечно же, не забывайте, пожалуйста, и про телеграм, так вы точно не пропустите все новые видео на канале. Ну а я с вами не прощаюсь, а говорю лишь пока. Всем бодрости духа, всем адекватности бытия. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok